Мне на глаза попалась новость авторитетного израильского журналиста, где он рассказывает, что в Иране создали ракеты высокой дальности нового поколения. Заявленная зона поражения до 1450 километров и значит, что эти ракеты без труда попадут на территорию Израиля из любой арабской страны при условии общей с ним границы. Но больше всего меня заинтересовало название этой ракеты и канал Абу Алиэкспресс пишет, что иранским новым ракетам дали имя Хайбер-Шахан, что в переводе значит срок Хайбара. Почему иранские ракеты назвали в честь города в Саудовской Аравии, если побить планировали Израиль? И покопавшись в сети, можно легко выяснить, что древний город Хайбар, тот самый, что в плодородном оазисе Северной Медины, до VI века был еврейским. Туда бежали и скрывались от уничтожения все изданные пророком Мухаммедом евреи. Но в 628 году войска грозного пророка вторглись и в Хайбар. Земли конфисковали, а евреям приказали покинуть центральные и северные области Аравийского полуострова. И этот запрет действует до сих пор. Так какой же смысл вложили создатели ракет в это название? Израиль ждет участь хайбарских евреев? Может и так, но, на мой взгляд, это шикарное напоминание о том, что когда-то евреев незаконно выселили из города Хайбара, где немирно жили, выращивали финики и пасли скот, пряли шерсть и шили одежду на продажу. Этого факта должно быть достаточно, чтобы перестать обвинять Израиль в агрессии. Но боюсь, что для мирного сообщества это совсем не так. Хотя я оптимист и хочу верить, что когда-нибудь люди в мире увидят истинное положение вещей. Израиль вынужден постоянно защищаться от арабской агрессии. И если он выпускает ракеты, то только в качестве ответа. К слову, израильское вооружение, созданное для защиты страны от нападения, не носит имена древних арабских городов. Делитесь своим мнением, что думаете вы, в комментариях под этим видео. С вами был Александр Шишкин. Подписывайтесь на наш канал Галиле ТВ и будьте в курсе событий, что происходит у него в Израиле и вокруг него.